Святые отцы советуют как можно чаще обращаться в молитвах Пресвятой Богородице, ведь она наша заступница и покровительница, могущая оказать помощь в любой ситуации и победу над врагом видимым и невидимым. В истории сохранилось множество свидетельств этой помощи, одну из них мы вспоминаем в осенний день празднования Владимирского образа, когда Царица Небесная спасла московскую землю от войск Тамерлана. По молитве Божьей Матери в этот памятный день собрались прихожане Богородице Владимирского храма города Екатеринбурга. На богослужение побывала и наша съемочная группа. Слово Ольги Аверкивой. Несмотря на будний день, небольшой Владимирский храм на престольный праздник заполнен молящимися. Здесь и взрослые, и дети, которые пришли помолиться Божьей Матери. В любых трудностях Божью Матери нужно звать. И вот мы зовем, представь Богородице, спаси, укрепи, да, походатайствуй за нас перед Своим Сыном. Чтобы наше дело, любое, любая проблема, любое дело всегда сопровождалось молитвенным вызванием и к Господу, и к Святым, ну и, конечно же, к Пречистой Божьей Матери. В церковную общину Владимирского храма входят не только жители прилегающего района. Приезжают сюда люди со всего города и даже из других населенных пунктов. А началась история прихода чуть более 20 лет назад. Богородица Владимирский приход был образован в Екатеринбурге в 1999 году. Первоначально он размещался в пансионате «Семь ключей», где кормлял больных и престарелых людей. Постепенно община возрастала, и для нее был возведен деревянный храм. Строительство уже собственного церковного здания осуществлялось на средства самих прихожан, поэтому продолжалось оно в течение почти 10 лет. Лишь в 2008 году храм был освящен, но уже тогда стало ясно, что и его недостаточно для уже в десятки раз возросшей общины. Уже на тот момент у нас было по воскресеньям около 200 причастников, а храм вмещает 250. То есть получается, что понятно, что было тесно. И поэтому мы с прихожанами вынашивали мечту храма Большого, где мы могли бы все вместиться. Потому что сейчас во время литургии у нас кто где не находится. Мы провели трансляцию, кто-то в нижнем помещении находится, кто-то в лавке, кто-то в трапезной, кто-то в часовне. Службу служат, кто-то на улице, если не холодно, а потом к причастию люди собираются. Так в 2019 году вновь совместными усилиями прихожан началось строительство Большого каменного храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. На сегодняшний день завершается возведение цокольного этажа, где с июля месяца стали проводиться молебны. Молитва в строящемся храме была вознесена и в день престольного торжества по завершении праздничного крестного хода. Одежда моя, Богородица! По окончанию молебна настоятель поздравил всех прихожан с престольным праздником, а прихожанок с именем Наталья, которых очень много на приходе, с тезоименицством, пожелав им крепкой веры, какую имела святая. Спасибо. Я вас всех поздравляю, не буду всех называть по имени. Это и учительницы наши дорогие, и работницы храма, и катехизаторы есть у нас, и певчие, и прихожанок у нас очень много замечательных, которые в свободное время посвящают свои силы для того, чтобы храм наш был и чистым, и ухоженным, и красивым. Поэтому всех вас поздравляю, дорогие сестры. И всех нас с вами тоже поздравляю, и желаю, чтобы вот такая крепкая, настоящее понимание, крепкая вера и понимание нашей цели жизни у нас было у всех с вами. Стоит отметить, что укреплению веры на приходе способствует серьезная система катехизации, за счет которой и формируется большая и дружная община Владимирского храма.